Компьютером отличается немножко. Так, сейчас я еще вставлю кратко-пошаговую инструкцию, что делать при потере загранпаспорта за границей, подборка, где искать круизы. Что-то у меня это тоже не высветилось. Экскурсионные туры и обучение онлайн-вебинара. Это я вот вставила в библиотеку новую. Если уведомления стоят, то вам пришло, если они стоят, то вот я вам говорю. Так, хорошо, ну что, давайте тогда начнем. Сегодня такой будет у нас с вами эфир. Больше я хочу просто поделиться тем, что у меня было на этой неделе. На этой неделе было очень насыщено, было три мероприятия, встречи, и много мыслей из-за этого, да, и хочется, естественно, поделиться. Первая у нас была встреча в понедельник в бизнес-клубе, и к нам приходил психолог, там, НЛП-мастер и так далее, и так далее, там регали очень много. И мы разговаривали про то, как состояние влияет на доход, да, и вообще как наше внутреннее состояние влияет на доход, и все с этим связано, да, как мы, женщины, получаем деньги, как мужчины получают деньги, и как вот это вот все работает. Вот, вторая встреча у нас была, это была конференция «Я женщина», и тоже все вокруг этого было завязано, про то, как чувствовать себя женщины, как быть в легкости, в балансе, но и тем самым тоже получать деньги и доход, да. И вчера у нас была встреча в торгово-промышленной палате по туризму, мы там обсуждали моменты, и я как раз хочу рассказать то, что обсуждалось, и это очень важно, чтобы в вашей работе тоже было. Вот, и смотрите, если говорить про то, чем я буду делиться, то есть это просто я делюсь своими там заметками, которые я себе пометила, да, и своим каким-то опытом, если он у меня есть, исходя из заметок. Вы тоже можете делиться, рассказывать там свои какие-то истории, да, потому что, ну, я в этой сфере не какой-то крутой спец, но мне эти моменты откликаются, поэтому я, естественно, делюсь с вами. Вот, значит, с чего начнем? Начнем вот с понедельника, да, то, что у нас был психолог хороший, вот я буду вам читать с телефона какие у меня заметки и на эту тему рассказывать еще свои мысли, да. Первое – это то, что как состояние влияет на доход, наше внутреннее состояние, да. И первое – здесь такой момент. Наверное, очень многие, я в том числе, замечали в какие-то периоды жизни, что вы доходите до какого-то потолка денежного и не можете туда перепрыгнуть, да, вот вроде бы как будто есть этот стеклянный потолок, вы в него уперлись, а дальше не можете никак. Вроде делаете, 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 а перепрыгнуть через этот условно-стеклянный потолок в плане дохода не получается. И непонятно почему, да. И здесь влияют именно наши внутренние установки или какие-то негативные мысли. У всех они есть, абсолютно у всех, да, только на том или ином уровне. И зависят они от разных вещей. Где-то это может быть что-то связанное, ну не может быть, а скорее всего связанное с нашими родственниками, родителями, бабушками, дедушками, да, и прошлым поколением. Где-то это могут быть свои установки, взятые из детства, да, где-то что-то вас кто-то там, может быть, напугал, может, обидел, может быть, была какая-то фиксация на чем-то, да, и это мешает вам двинуться вперед. И здесь есть очень хороший вот момент, про который она говорила, что какие негативные мысли приходят, когда вы говорите про большие деньги. То есть вы, наверное, все, ну, хотите зарабатывать там миллион, два, три, пять, десять, пятнадцать, да, то есть у всех своя цифра в голове. И когда эта цифра есть, иногда приходят негативные такие мысли внутри страха. Так вот, нужно, во-первых, отследить, что пугает, когда вы думаете о больших деньгах. Вот я не знаю, там, у кого какая цифра есть, вот подумайте, и если есть возможность сейчас, поделитесь, да, чтобы мы немножко разобрали. Вот пока думайте, я вам поделюсь со своими негативными мыслями, да, так, чтобы уж быть максимально открытой. Что я думаю, когда я думаю о больших деньгах, да, то есть это, я не знаю, там, 50 миллионов, да, вот я зарабатываю, я представляю, вот если вдруг я зарабатываю 50 миллионов, что ко мне приходит в голову? Во-первых, для меня это стыдно. Не знаю, почему, откуда, но вот для меня почему-то стыдно зарабатывать большие деньги. А это, скорее всего, связано с тем, опять же, с нашими советскими установками, то есть я уже так чуть-чуть поработала с этим, да, с советскими установками, что, типа, будь как все, не высовывайся, а большие деньги, это все-таки ты должен понимать. Поэтому для меня все слышно, что-то куда-то как будто выскочило. Вот, поэтому у меня есть такой момент. Второе – это желание оправдаться, да, что вот, ну, как будто бы, да, что ничего существенного я такого не делаю, ну, ребят, ну, это как бы не очень большие деньги, то есть тоже как будто такое заискарение, опять же, перед теми людьми, которые не зарабатывают эти деньги. То есть это вот, опять же, из чувства стыда. И третье, что мы выявили, да, это обидеть своим успехом. То есть у меня есть такая установка, что вот я вроде успешная, остальные неуспешные, как по моему мнению, да, опять же, это моя картина мира, по моему мнению, и мне от этого неловко. И мне хочется, чтобы мы все были на равных. И из-за этого у меня есть такое негативное ощущение больших денег. Именно поэтому мне это мешает развиваться, потому что я хочу оставаться здесь, со своим окружением, с теми людьми, которых я люблю, но, естественно, другие доходы заставляют тебя двигаться в другое окружение, получать другой навык и так далее, да. И это тоже внутренний страх, с ним нужно работать, потому что кому-то просто не нужны большие деньги. Кто-то сейчас... Здесь вопрос в том, что насколько ты счастлив, большие деньги не делают нас счастливыми, да, делают счастливыми у нас какие-то другие вещи, как правило, состояния какие-то, да, которые тебе дают это. Поэтому вот с этим нужно работать. Кто-то хочет поделиться, у кого какие возникли негативные мысли по поводу больших денег? Ну, не стесняйтесь, пожалуйста. Я не могу поймать, что за чувство, что-то в животе, как-то, ну, не знаю, что-то вот прям, то ли бабочки, то ли какие-то тараканы, ну, вот что-то в животе у меня так, когда я думаю, хотя бы вот, миллион, если зарабатываю, вот прям что-то, не знаю, что пока, не знаю, надо поработать, наверное. Вот нужно, да, это отследить и понять, а что, вот, почему вот эти вот бабочки, тараканы и так далее, что с этим связано, почему не пускают. У некоторых, вот у нас ребята делились, у некоторых был страх того, что, типа, если я начну зарабатывать много, ко мне придут и заберут. И это страх, который все тоже, знаете, когда у нас было раскулачивание, страх наших бабушек и дедушек, что нельзя зарабатывать много, потому что придут и все отнимут. Вот, и у нас там ребята делили, что у многих такой страх есть. Поэтому здесь очень важно понять, что пугает, потому что пока вы не понимаете, что пугает, вы не можете с этим работать. Соответственно, не можете двинуться дальше, потому что очень важно понимать, что не дает вам двинуться. И, ну, если говорить про то, как с этим отработать, то там после эфира вы можете как раз подумать на эту тему и для себя выписать, что меня пугает при мысли о больших деньгах и откуда это взялось. И настолько ли оно страшно, да, то есть у нас с вами есть инструмент, как работать со страхами, и вы можете тоже с этим поработать. Для того, чтобы начать хотя бы в эту сторону двигаться, и чтобы в дальнейшем вас это не пугало. Дальше. Если говорить про... Следующее. По поводу еще очень важно хотеть именно... Ну, если мы говорим про желание, да, то есть неправильно хотеть денег. Вот прям я хочу 50 миллионов. Ну, мозг не понимает, зачем тебе эти бумажки. Да, очень важно иметь хотелки, внутренние желания и какие-то цели. Лучше желания, да, которые вас прям будоражат. Вот я хочу этого для себя или для семьи, или еще как-то, да, там, для детей. Вот прям хотелки должны быть. Потому что зарабатывать бумажки это мозг не мотивирует. Опять же, Вселенная тоже не понимает, зачем вам эти бумажки. Поэтому очень важно, чтобы у вас был список хотелок. И важно, чтобы список хотелок был именно на ту сумму, которую вы хотите зарабатывать. Потому что если вы ничего не хотите, то мозг и Вселенная понимают, ну, значит, у тебя все хорошо, тебе больше не надо. Ты в этих рамках и живешь. Как только мозг понимает, что тебе нужно больше, и на что конкретно, Вселенная начинает тебе это давать. И это 100% работает, потому что, расскажу свой пример, в 2010 году, да, наверное, в 2010 году мы хотели купить там вот дачу, что-то такое, да, загородное. И искали места, где бы это было. Ездили, смотрели и так далее, да. То есть там где-то около 100 километров. Потом нам советовали вот это место 20 километров по Мурманке здесь у нас в Манушкино. Мы приехали, посмотрели, влюбились в это место, потому что там озеро, лес недалеко от города. В общем, ну, прям очень классно. Но на тот момент денежных средств на покупку земли не было. Вот прямо от слова совсем. Мы приезжали сюда каждое воскресенье, то есть каждые выходные мы приезжали сюда на озеро, на шашлык. И такая была условная, как материализация, что ли. Вот ходили, я говорю, блин, как здесь классно, как я хочу здесь землю. Ну, естественно, мы начали вести переговоры с людьми, которые продавали землю. Но для нас это было прямо, ну, неподъемно. И там Сережа общался, там, задавал всякие вопросы. А вот это, а вот то, а электричество. То есть вот всячески вот эти мелкие вопросы, которые вроде земли у тебя нет, вроде возможности купить тоже нет, но вот он эти моменты спрашивал, мы это все с ним обсуждали. И на самом деле, каким удивительным образом в сентябре месяце у нас появилась небольшая сумма, не вся сумма на землю, а небольшая сумма для того, чтобы как вариант можно было внести депозит. И мы начали общаться в этом направлении, что вот, а можно сделать таким образом, да, депозит. А можно внести депозит, а остальное там размазать на два года платежами там ежемесячными и так далее. То есть разные варианты обкручивали. И в итоге все получилось. Нам разрешили внести небольшой депозит, нам разрешили размазать все это в рамках там двух лет и там частями каждый месяц платить. И таким образом у нас появилась земля здесь. Это была чистая вот внутренняя сильная хотелка, на которую вообще не было денег и непонятно откуда их мы бы взяли. Но вот таким образом мы нашли варианты, когда есть внутри желание, деньги пришли, и, естественно, мы все потом выплатили, даже раньше выплатили на самом деле. Мы выплатили там, наверное, через год, вот так вот, не на два года, через год даже, может, чуть меньше. И таким образом наше желание, оно материализовалось. Поэтому очень важно иметь эти хотелки. Если говорить про себя сейчас, то там буквально два месяца назад, что я сделала? Я села, представила ту сумму, которую я хочу зарабатывать, то есть кратно больше, и понимаю, что чтобы зарабатывать эти деньги, мне нужны, опять же, хотелки на эту сумму. И я села и начала выписывать, а что это может быть, то есть какие хотелки, то есть я взяла эту сумму, и мне ее нужно было расписать всю по хотелкам. Вы не представляете, как было тяжело, прям реально тяжело, потому что я села, и я не понимаю, чего я хочу на эту сумму. То есть сумма большая, ну, реально большая. А что я хочу на эти деньги? Да у меня и так вроде все есть. Ну, как бы, где жить? Есть. Что есть? Есть. Что-то купить себе из одежды я тоже могу. Чего я еще хочу? И мне было прям очень тяжело, но я прям вот села и не ушла, пока не расписала. То есть я представила для себя, вот знаете, как, что, а что могло бы быть, вот максимально все для меня возможно, максимально все, без логического вот этой составляющего в голове, да, что типа, ну, вот это мне не надо, потому что, опять же, ну, вот и я и без этого, в принципе, хорошо живу, да, то есть вот я постаралась отключить такого внутреннего цензора, который тебе говорит, и так нормально, да, и представить, что вот, ну, вот все возможно, чего бы я хотела, включила своего такого ребенка, да, который типа, хочу все, как дети в магазин приходят, и это купи, и то купи, вот все хочу. Включила ребенка и начала писать. Тяжело, но я расписала эту сумму. И когда я уже включилась в этот процесс и начала вот под конец расписывать эту сумму, я поняла, мой мозг понял, что так это и не так много, а уже вроде и не хватает этой суммы, надо бы и побольше, потому что там включилось, что хочу еще больше. Уже вот этого хочу и вот это, а сумма-то ограничена. То есть и мой мозг вот прям, я не знаю, как это объяснить, прям вот как будто на физическом уровне я почувствовала, что вот, так это и немного уже. Я хочу вот это, вот это, вот это, вот это хочу, чтобы в моей жизни было, да, и, блин, только и немного, нормально. Поэтому вот это тоже инструмент, и сделайте его тоже обязательно. Возьмите ту сумму, которую вы хотите зарабатывать, и распишите конкретно, на что вы будете тратить. И желательно, чтобы эта сумма была не просто разовой покупкой, как там «хочу квартиру», да, то вы разово купили и все, а эти суммы должны, вы должны тратить в рамках месяца. Это еще сложнее. То есть в рамках месяца вы должны тратить эту сумму, потому что если вы тратите, то деньги приходят, если вы не тратите, то деньги не приходят. И не нужно бояться тратить деньги, потому что они приходят только тогда, когда вы их, естественно, тратите. И опять же, Вселенная понимает, ага, там тратить надо, оно пришло. Очень часто, я думаю, что и в вашей жизни были примеры, когда нужна была какая-то сумма на что-то, ее не было, и потом она раз и приходила, когда было конкретное желание, на что она вам нужна. То есть деньги всегда появляются на внутренний запрос. Кто-то хочет поделиться своим каким-то, может, опытом, вот то, что я рассказала? У меня так с путешествиями бывало очень часто, когда вот говорят, полетели, надо вот столько-то, и вроде как бы и зарплата, и вроде ничего не предвещало, но деньги появлялись вот просто раз и появлялись. Ну правда, такое было. С путешествиями всегда срабатывало на самом деле. Ну потому что это твое внутреннее сильное желание, и на это и приходит. Да, да, да. Даже вот недавно, буквально недавно было такое, думаю, ну блин, ну как вот, я же отложила, и надо было чуть-чуть на кубу добить, и раз, и получилось. Серьезно, я сама не ожидала, я думала, что попозже придется брать. Брать, или частями, но думала, что сразу. Угу. Вот. Ну вот. Супер. Спасибо большое, что поделилась. Кто еще поделится? Ну? Никто не замечал у себя в жизни такого? Нет, ну такое было, и знаете, что заметила. Наоборот, вот допустим, думаю, сейчас сэкономлю, и больше денег останется, нифига. Остается. Экономишь, а наоборот. Да. Это да. Поэтому экономить, я тоже через это проходила, про экономию и так далее, оно не приходит больше. То есть здесь нужно получать удовольствие от того, что ты тратишь, и радоваться тому, что ты тратишь, и думать в моменте, когда ты тратишь, что, ну, мне сейчас придет. Я потратила, мне сейчас придет. То есть это тоже такие мысли, которые еще больше ускоряют этот процесс. Поэтому экономить точно нельзя, деньги не придут, потому что Вселенная понимает, что тебе не надо, ты же экономишь, у тебя как бы есть. Зачем тебе учу? Вот. Так, ну что, погнали дальше. Дальше у нас был блок по поводу отношений, именно мужчины и женщины, и по поводу того, того, что деньги приходят к нам, к женщинам через мужчину. Ну и как бы у нас задача такая, да, то есть у мужчины задача, если мы говорим уже про такие древние, да, там, традиции, скажем так, для чего мужчина и женщина. Мужчина-добытчик, женщина-созидатель, да, и создатель того, что мужчина добыл, да, то есть ее задача сохранять и улучшать. Поэтому это давным-давно придумано, это физиологически в нас внутри заложено, и поэтому гармоничные отношения, они тогда, когда все делается правильно, когда нету перекоса, да, понятно, что со временем сейчас очень многое изменилось, связано оно, опять же, там, с тем, что феминизм, Клара Цепкин, и вот это все, да, то есть вроде как женщина раньше была за мужчиной, занималась своими делами, не всегда это были домашние дела в плане, что должна стирать, убирать и так далее, у женщины всегда были помощники, няни, там, те, кто занимался готовкой и так далее. А потом, ввиду феминизации всего этого, да, то есть как это шло, на женщину больше наложилось обязанности, естественно, мы получили право голоса и хотела она получить. Теперь ты будешь и готовить, и стирать, и убирать, и еще ты должна прекрасно выглядеть, и детей рожать, и воспитывать, и, естественно, еще быть для мужа поддержкой, опорой, любовницей, подругой и так далее. То есть получили огромное количество не только, там, я не знаю, каких-то, какой-то свободы, но еще и обязанностей. А у мужчины ровным счетом ничего не поменялось. Он как добывал, как был добытчиком, так и остался добытчиком, да, то есть от него, по большому счету, ничего большего не требуется со временем. А от нас стали требовать все больше и больше. И мы это сами понимаем, что нужно и выглядеть хорошо, и развиваться, и дома, чтобы у тебя все было прекрасно, еще при этом зарабатывать я должна, да, для того, чтобы чувствовать себя как-то рядом с мужчиной тоже нормально, да. То есть у нас пошел перекос. И, соответственно, из-за этого перекоса мужчины это тоже чувствуют. И у них, и вот это вот состояние, что женщины говорят, что мужиков нет, ну, потому что мы отчасти сами виноваты, потому что мы все у них забрали, а мужчине что, а что ему делать? Добывать не надо, все как бы есть. Женщина все сделала. Поэтому они лежат на диване и ничего не делают, не развиваются, не добывают и так далее, да. Поэтому с этим нужно работать. И мы сильные женщины, я в том числе тоже про себя говорю, я тоже такая же, да, типа я сама сейчас все сделаю. С этим нужно работать. И здесь идет, о чем нам говорила психолог, что должны быть правильные и гармоничные отношения в семье, да, то есть со своим мужчиной должны быть правильные и гармоничные отношения. И сейчас почитаю, что здесь было. Вопрос был про, если мы говорим про грамотные и такие гармоничные отношения в семье, то это вопрос любви, да, то есть язык любви. У каждого из нас есть свое понимание, как я пойму, что меня любят. И если мы говорим, опять же, про отношения мужчины и женщины, да, то там в семье или когда живут вместе, да, партнерские вот такие, когда уже близко живут вместе, каждый, естественно, хочет чувствовать, что его любят. И иногда возникают сложности, тогда, когда мы не получаем вот это подтверждение того, что нас любят. И на самом деле есть пять языков любви, как мы понимаем, что нас любят. И здесь нужно понимать, какой язык у каждого, какой у меня, какой у партнера, да, для того, чтобы ему это давать и чтобы он понимал, что его любят. Когда человек знает, что его любят, у него есть, естественно, спокойствие, у него есть энергия, он хочет поделиться той энергией, которая у него есть, да, там, той любовью, которая у него есть. Он хочет делиться. Когда он чувствует или не чувствует, что его любят, естественно, ничем делиться он уже не может, не хочет и так далее. А в нашей жизни это всё связано с энергией. Деньги – энергия, отношения – энергия. Всё завязано на энергии. И здесь главный вопрос, как эту энергию получать, как её приумножать и как ей грамотно делиться для того, чтобы получать, опять же, чтобы был постоянный вот этот энергообмен. Так же, как с деньгами мы сейчас говорили. Если ты тратишь, то ты получаешь. То здесь то же самое. Но для того, чтобы отдавать энергию, она у тебя должна быть. Её нужно откуда-то черпать. И одним из каналов, откуда мы черпаем, естественно, это канал любви. Он очень такой сильный и максимально даёт нам энергию. Но чтобы оттуда черпать, нужно понимать, что для меня любовь. То есть как я понимаю, что меня любят. И если говорить про пять языков любви, то какие есть, вот какие нам дали. Как некоторые люди, вы тоже можете оценить, как вы понимаете, что вас любят. Первое – это дела. Некоторые понимают, что их любят, когда они видят дела. Не то, что говорят, я тебя люблю, а когда я вижу, что ты что-то делаешь для меня. Это дела. И многие люди понимают это так. То есть если ты что-то для меня делаешь, вкладываешь свои силы, энергию, я понимаю, что меня любят. Следующее – это словесные признания. То есть когда тебе говорят, что через слуховое мы слышим, я тебя люблю, ты молодец, ты вот это. Это вот моя тема, потому что когда я делилась тоже на этой встрече, как я понимаю, у меня словесное признание. То есть мне важно слышать, что человек видит, во-первых, что я делаю, и он благодарен мне за это, что ты молодец, вот это сделала, ты молодец, вот это сделала, ты умничка, ты там, это я тебя люблю. То есть для меня важно это. Так я понимаю, что то, что я делаю, ценно и меня любят. То есть для меня словесное признание важно. Третий вариант – это время, проведенное вместе. Для многих прям очень важно проводить время вдвоем. Я знаю, у нас есть такие друзья, которые прям вот для них важно не с друзьями, не с детьми, а именно вдвоем. И они очень часто уезжают куда-то вдвоем или просто гуляют где-то только вдвоем. То есть это вот время, проведенное вместе. Четвертое – это подарки. Кто-то воспринимает любовь через подарки. И нам тоже она рассказывала случай из своей практики, что, говорит, мне одна клиентка позвонила и говорит, все, мы расходимся, я развожусь, я так больше не могу и так далее. Она говорит, что случилось? Подожди, говорит, ну что случилось? Она говорит, вот, он мне не делает подарки. Он там забыл совсем про меня. То есть он такая, ага, все, подарки. Потом она начала разговаривать с мужем. А муж тоже там что-то сказал, да, то есть как они понимают. И дальше она просто сказала, что, говорит, вот, для того, чтобы она понимала, что ты ее любишь, дари ей подарки, не важно что, просто должны быть подарки. А, говорит, а тебе нужно ему дать вот это, вот это. Там я уже не помню, что. И все нормализовалось. То есть вот по большому счету простой инструмент понимать, как твой человек близкий понимает, что его любят. И последний был, это тактильность. Ну, тоже вы, наверное, знаете таких людей, которые максимально тактильные. Там прикасаются, обнимаются и так далее. То есть у меня вот сын такой, Добрыня у меня, очень тактильный. И вот ему прямо он подходит и обнимет, и рядом посидит, и поцелует, и вот за ручку возьмет меня. И иногда я прямо устаю от этого, потому что я, ну, не настолько тактильна. Я прямо иногда устаю и уже сижу, терплю иногда просто. А ему вот надо каждый пальчик, он мне потрогает. Вот для него это вот очень важно. И когда я с ним сижу рядом и тоже его глажу, за ручку держу, то есть он понимает, что я его люблю. Если у меня плохое настроение бывает, и я там не в ресурсе, еще что-то, то я, я говорю, да и... Он такой, ну, у него сразу такие глаза, такой, все, меня не любят. И я потом посижу, отдохну где-то наедине. Я говорю, все, иди, иди посидим вместе. Вот поэтому здесь очень важно понимать. И свою вторую половинку нужно, естественно, спросить. А как ты понимаешь, что тебя любят? И человек, если ответит, да, какие-то моменты, то вы можете уже его распределить, да, по пяти языкам любви, что для него важно, и это ему давать. Так он будет, естественно, наполняться энергией, так он будет ощущать себя счастливым, довольным рядом с вами, там, в балансе и так далее. И будет эту энергию вам тоже отдавать. Ну, и также вы можете сказать своей второй половинке, что вот для меня важно вот это. У меня был такой вот тоже буквально недавно случай с мужем, что как раз, как мы и поняли, что для меня важно словесное признание. Я дома много чего сделала по дому, то, что я не особо люблю делать, да, там, уборка, стирка, наведение порядка, готовка и так далее. И, значит, два дня все вот как хорошая девочка примерно я все это делала. И никто не оценил, все такие, ну, как будто так и надо. Ну, это не очень, и я хожу внутри себя, это и гоняю. Ну, блин, что, никто ничего не заметил, что ли? Я тут убралась, я приготовила, там, завтрак, обед, ужин и так далее. Да, а все ходят, это вообще не спасибо, ничего, как будто это вообще. И, значит, я, значит, два дня эти мысли готовлю. Ну, самая первая претензия, это, естественно, к мужу. Ты же это делаешь, ну, как бы не для себя. Мне-то, по большому счету, я стакан воды выпила и пошла. Вот. Хочется, чтобы человек заметил это и поблагодарил тебя искренне, да. И вот я два дня это гоняю, сижу, значит, утром, воскресенье, и эти мысли меня все равно догоняют. То есть я чувствую, что эти мысли меня догоняют. Вот я из-за этого чувствую негатив внутренний, естественно, мое настроение падает, уровень энергии тоже там же. И рядом как раз сидел Сережа. Я ему говорю, слушай, говорю, вот я сидела-сидела, а потом думаю, а что я вот молчу? Вот что я молчу и внутри себя гоняю? Думаю, надо об этом сказать. Поворачиваюсь к нему, говорю, Сережа, говорю, вот у меня в отношении тебя сейчас негативные мысли. Он такой, а что такое? Говорю, вот я вчера вот это сделала, вот это сделала, вот это сделала, это сделала. Говорю, а ты даже не сказал мне ни слова. Он такой, ну да, как бы так, да, я как бы... Ты что, не знаешь, что ли? Что я тебя люблю и не только за это. Я говорю, нет, я не знаю. Ну, спасибо. Я говорю, ты даже не поблагодарил меня. Он говорит, я тебя благодарю. Я говорю, не так. Я говорю, поблагодари меня за конкретные дела. Вот что я помыла посуду, приготовила ужин. Я говорю, вот прям за конкретные дели. «Хвали меня», он говорит, «Ну, я тебя хвалю, я тебе благодарен за то, что ты навела порядок, я тебе благодарен за то, что ты приготовила вкусный ужин, я тебе благодарен там ещё за что-то, и вообще я тебя очень-очень люблю». И у меня внутри как будто, знаете, лампочка зажглась. Вот это было так клёво. Всё, естественно, все мысли улетучились, лампочка зажглась внутри, и настроение повысилось. И энергия повысилась, всё. Вот я вам говорю, а у меня, знаете, внутри прям такие как мурашки, то есть это меня до сих пор трогает. Даже просто я рассказываю об этом. У меня было убеждение такое, что если я буду это просить, то это не считается, что это не равно той, скажем так, позитивной обратной связи для меня, как я это себе представляю. Но это не так. Если любит, догадается, да? Он должен догадаться, если я его попрошу, то это, ну, не так будет. Нет, это вот для меня по ощущениям это было ровно так же. Это было моё убеждение, что нельзя просить, что он должен сам догадаться. нифига, нужно просить обязательно. Если вы это чувствуете, то подойдите и попросите это. И внутри вот эта лампочка зажгётся, даже от того, что вы попросили. Соответственно, если он будет в дальнейшем знать ваш язык любви, что вам это важно, и вы будете его там часто об этом просить, то он будет это делать. И вы будете получать ту энергию, ту любовь, которая вам нужна. Не бойтесь просить и говорить то, что вам нужно. Это проще. Мужики, конечно, намного проще, чем мы. И для них важно понимать чётко, чего ты хочешь. И опять же, вот если говорить про наш клуб предпринимательский, там же в основном мужчины у нас. И они тоже очень часто говорят о том, что типа вот она пришла, мне что-то там говорит, у неё там негатив какой-то. Вот она просто мне что-то говорит, а я не понимаю, что надо-то. А сделать-то что надо? Говорит, я не понимаю. Поэтому нужно чётко говорить, чего ты хочешь. Ты пришла просто поныть ему, в жилетку поплакать. Окей, я пришла поплакать, к тебе ты меня пожалей. Он тебя погладит, пожалеет, тебе станет легче, всё. Ну чтобы он... Потому что когда... Ну вот они тоже делились своими, да, своим опытом. И говорят, что типа пришла, жалуется с работы, пришла, жалуется, говорит, начальница там, её задолбала, говорит, и всё, она там на негативе, слёзы льёт. А я стою и понять не могу, а что сделать-то? Что надо сделать? Бежать эту начальницу прибить или там, или что? Ну, говорит, не пойму, что сделать нужно. А психолог говорит, да ничего не нужно было. Просто нужно было погладить и пожалеть. Всё. Она эмоции отдала, ты её погладил, пожалел, что ты её любишь и так далее. И всё, больше ей ничего не надо. Он такой, а-а-а, понятно. Теперь, говорит, понятно. И вот она говорит, что девочки, всегда говорите конкретно мужчине, чего вам надо и чего вы хотите. Он должен чётко понимать, чего вы хотите, потому что мужчина, он, получается, ну, достигатор, завоеватель, да, и ему нужно понимать, чего вы хотите, он пошёл это сделал. Пошёл, добыл мамонта. Ты сказала, нужен мамонт, он, окей, пошёл, его добыл. Ты говоришь, я хочу это, он, окей, пошёл, это сделал. То есть они двигаются только, им для себя ничего не нужно, они двигаются из расчёта ваших хотелок. И как психолог тоже говорит, что, говорит, ко мне приходит мужчина, говорит, блин, она меня задолбала, говорит, всё время чего-то хочет. Она говорит, так это же прекрасно. Это ты радуйся, что она хочет, потому что только ради её хотелок ты двигаешься вперёд, развиваешься и так далее. Это, наоборот, правильно. Женщина должна хотеть. И у вас, вот как мы говорим, ещё раз подытоживаем, да, что я сказала, у вас должны быть эти хотелки. Это первое. И второе. Мужчина всегда должен знать, чего вы хотите. Тогда он будет именно туда, в эту сторону двигаться и стремиться это делать. Так, дальше. Кто-то хочет поделиться? Так. Кто ещё было? Кто ещё было про отношения? Так, про пять языков любви сказала. Дальше про отношения. Очень мне понравилась фраза, когда она говорила, как расшифровывается слово «любить». Лю – это, ну, люминесцентный, люстра и так далее. Лю – это свет. Ну и приставка «бить» – это «быть». Быть светом. То есть дарить этот свет. Любить – это дарить свет. Блин, как прикольно. Мне очень понравилось, поэтому рассказываю. И очень важно понимать, что я хочу чувствовать рядом с этим конкретным человеком. Вы должны это понимать, что вы хотите чувствовать. Соответственно, вы должны это транслировать и говорить. Ну и ваша половинка тоже должна понимать, что она хочет чувствовать рядом с тобой. Дальше. Дальше было по поводу «хотелок». У меня прям два восклицательных знака стоят. Давать своему ребенку то, что недополучил в детстве. Это тоже очень важно. Понимайте, что ребенок хотел в детстве. Это и связано с «хотелками». И это ребенку давать, своему ребенку. То есть если не хватало любви, то прям хвалиться саму себя. Ты молодец, ты умница, ты сделала вот это. Это мы уже говорили, это называется гимник благодарности. Вечером я это вот сама с собой проделываю. Когда ложусь спать, я себя хвалю. Я молодец. Я посуду помыла, я на работу сходила. Я там, не знаю, уроки с детьми сделала и так далее. Я молодец. То есть ребенку это нужно давать, если ему не хватало это в детстве. Вот эта благодарность, вот это вот чувство любви какое-то. Признание вот это вот словесное, опять же, мое пословесное признание. Поэтому это нужно понимать и ребенку своему давать. Просто вести вот такой внутренний диалог со своим ребенком. А тебе сейчас хорошо? Да, если говорить про ребенка. А тебе сейчас хорошо? Ты как себя чувствуешь? Хорошо, отлично. Не очень хорошо. А что тебе надо для того, чтобы ты чувствовал себя хорошо? Что тебе нужно для того, чтобы ты ощущал себя счастливым? И вот этот внутренний диалог все время себя на этом фиксирует. Что тебе для этого нужно? И это давать. Дальше был еще важный момент. Очень важно тоже в отношениях разговаривать со своим партнером и спрашивать его о том, а что я могу сделать, чтобы твой день был лучше. То есть когда вы разговариваете, общаетесь, как прошел твой день, что у тебя было, ну и так далее, если вы не вместе. И задавать вопрос, а что я могу сделать, чтобы твой день был лучше? И, естественно, это человеку давать, потому что, опять же, это энергия. Когда есть энергия, мы можем горы свернуть. Когда энергии нет, нам вообще ничего не нужно. И это вопрос именно, как мы можем получать эту энергию. У всех вопросов, очень многих часто бывает вопрос, типа не хватает энергии, где ее взять, непонятно. Вот, это такие маленькие инструментики, которые как раз дают тебе возможность все время наполняться энергией и получать ее в избытке. Так, дальше. Вот, и как раз дальше идет список, да, то есть про энергию. Нужно понимать, что мне дает энергию. То есть, во-первых, что тебе партнер может дать, да, и улучшит твой день, что даст тебе энергию. И сам ты должен тоже вести такой дневник, ну, или завести дневник на несколько дней, чтобы отслеживать, а что мне дает энергию. И здесь какие моменты могут быть? Это то, что мы воспринимаем через слух. Допустим, это музыка, или слова благодарности, или еще что-то, да. То есть, вот, если, опять же, структурировать, да, вот, как бы, свой дневник и понять, откуда мы можем взять энергию. То есть, фиксировать себя на том, что мы слышим, и что нам дает энергию. Дальше, что мы чувствуем, что мы, допустим, едим, это тоже еда, или какие-то такие вещи, тоже дают нам радость, удовлетворение, и повышение энергии, да. Допустим, что еще? Что-то визуальное, да, там, кому-то нравится смотреть кино какое-то там классное, кому-то просто нравится смотреть, созидать там природу, кому-то нравится смотреть красивые там иллюстрации, да. То есть, вот, можно распределить по органам чувств и понимать, из какого органа чувства, что конкретно нам дает энергию. И для себя записывать. Можно просто каждый день отслеживать. Вот здесь вот мне это дало энергию, а вот здесь забрало. И, естественно, исключать те моменты, где у вас идет слив энергии, и все больше и больше в свою жизнь внедрять тех моментов, которые вам дают энергию, для того, чтобы в случае, если произошел слив, вы могли быстро наполниться, чтобы двигаться, опять же, к своим целям, желаниям, достижениям и так далее. Потому что все через энергию. Так, дальше. Дальше был вопрос, который тоже для меня важный, вопрос именно женщины. Как я проявляюсь как женщина? Потому что у меня больше мужской энергии и такой достигаторской, да, и я там 40 лет двигаюсь, наверное, на именно такой мужской сильной энергетике. Там я сама сейчас все достигну, мамонта убью, я это умею. Да, это классный инструмент. Как я уже разговаривала, это уже сама по этому поводу, с психологами, со своими. Это классный инструмент. на нем можно хорошо двигаться. На нем можно хорошо двигаться. Но в какой-то момент, вот сейчас как раз для меня пришел момент, что для меня сложно, я устала двигаться на мужской энергии. Я хочу на женскую. А как на женскую, я не знаю. Просто, не знаю, может, разучилась когда-то в детстве. Просто не понимаю. И для меня сейчас очень важно научиться двигаться на женской энергии. А для этого нужно понимать, как раз таки, да, что я чувствую как женщина, как я проявляюсь как женщина, что мне нужно, чтобы в это состояние вернуться, что дает мне ощущение чувства себя женщиной, да. Потому что я знаю, у меня тоже очень много подружек есть, и девчонок, которые получают все через мужчину. Ну, вот у нее есть все, что она хочет, абсолютно все. Она не работает. И она получает все через мужчину. Для меня это всегда было удивительно. Думаю, как ты это делаешь? Она говорит, ну, не знаю, вот как-то, вот как-то. И я смотрю и иногда просто не понимаю. Она говорит, ну, он мне сам пришел, дал. Я говорю, ну, как? Ну, как? Вот, поэтому здесь очень важно. Мужчины тоже, как говорят, мужчины очень четко считывают наше женское, очень четко считывают, чего тебе надо, если ты умеешь, опять же, донести до него это правильно. И они тебе это дают. Но только в том случае, если ты позволяешь ему быть рядом с собой мужчиной, а не берешь все это на себя. У меня на самом деле так. Я типа, я все сама. Но это у меня детская установка, что я все сама, я могу, я сейчас всем докажу, в том числе и всем мужикам и так далее. Это моя детская установка. С ней, в общем, я работаю, не очень хорошо получается, но все равно работаю. Вот, поэтому можно получать все блага через мужчину быть просто женщиной, быть его условно музой. Вот такая вот у меня пришла метафора. Быть его музой, он тебе все за это даст, потому что он сам через тебя растет. И здесь вот у кого есть вот такой момент, как у меня, здесь нужно четко понимать вот эти моменты. Я тоже себе записала. Как я, как женщина, проявляюсь сейчас? Что мне нужно, чтобы в это состояние вернуться или быть женщиной? И что дает мне ощущение чувствовать себя женщиной? И все время себя в это возвращать. Я практикую это, ну, опять же, получается, со скрипом, но в этом направлении двигаюсь и стараюсь как-то себя развивать. Так, дальше. А кто, кстати, поделитесь, у кого есть тоже такой пример, что, там, может, вы сами так умеете делать? Может, у вас есть пример тоже женщин, которые все получают от мужчин? Кто поделится? Потому что это я все время болтаю. У меня семь прекрасных подруг, вот, наверное, четверо из них не работают, но как, они воспитывают детей. И, в принципе, любой каприз, да. Я даже всегда говорила, я готова, если ты выпустишь какой-то тренинг, я готова пойти на твой курс, заплатить, чтобы научиться, как ты это делаешь. Как в себе подавляешь этот тестостерон бесконечный? Нет, нет. Ну, есть конкретных лайфхаков, ну, это, наверное, внутреннее что-то такое, это не расскажешь. Ну, вот, да, я сейчас тоже прихожу к тому, что это какое-то внутреннее состояние. То есть мужчина должен понимать, наверное, это вот, опять же, мои такие размышления по этому поводу, должен, наверное, понимать, что ты крупная, что ты это не можешь, вот это тоже не можешь. И что он хочет в твоих глазах быть вот этим вот мачо сильным. Дверь тебе открою, какой он мачо. Ну, и как бы и да, и да, и нет. Не всегда это, ну, прямо вот они, допустим, подруги не такие, что как-то... Ну, не совсем инфантильность, это я с тобой согласна. Да, да. И не нужен ни ребенок, ни девочка ему нужна, ни ребенок, потому что такие отношения тоже у нас были друзья, где он взял, ну, как бы его сначала прелестило, что она вот прям девочка-девочка, и он с ней как с ребенком возился. А потом в какие-то моменты, потому что жизнь-то идет, есть в жизни, в семейные разные моменты и сложные и так далее. Ему нужна поддержка, поддержка и опора тоже ему нужна, а там ребенок, на него вообще никак не положиться. И у них не сложилось, потому что она не смогла перейти вот в ранг взрослого человека, взрослой женщины, да, осталась ребенком, а он устал от этого. Говорит, я не могу больше просто, потому что получается, что ты как ребенку, мы же детям-то все даем, ребенку постоянно даем, 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 и получать будем только, когда он вырастет, и то не факт. А в отношениях мужских и женских важно, чтобы были как партнеры, чтобы друг друга наполняли, чтобы не ты все время отдавала, чтобы это было вот, вот это вот обмен энергии был, и поддержка, и так далее. С этим я согласна, что инфантилом, конечно, быть нельзя, прям такой, я бабочка воздушная. Да, но у меня тоже есть, не работает, занимается семьей, но есть все абсолютно, и сумочки, и туфельки, и путешествия, вообще все. Как это происходит, непонятно. Вот, для меня тоже непонятно. Ну, учусь, в общем, и там. Ну, еще поделиться. Ну, я что могу сказать? Ну, я тоже такой, да, могу сама, и там бывало, даже диван и кровать отодвинуть там, да, и генеральную уборку там сделать, ну, и так далее. Это все было мое, и продукты таскать. Но у нас как-то получилось, я больше сказать, ну, со злости, не понимая, что я женщина, и мне нельзя, да, а вот прям со злостью, ну, я мусульманка, и я говорю, ну, женщине нельзя, вот прям быт, таскать продукт, это оказывается мужское. Ну, я вот поняла, и я вообще отстранилась от этого. Я говорю, ну, и правда, пока, вот когда я отстранилась, я перестала это делать за него, и он все взял на себе, и прекрасно, он даже лучше меня все взял, он больше купит, он там лучше купит, да, там, ну, вообще, ну, то есть, вот хозяйство, он вообще все взял на себе. Вообще он рука с продуктами, почему-то после работы мне приходилось там еще что-то докупать, еще что-то. Ну, и сейчас максимум, не знаю, хлеб могу там докупить, если вдруг там свежий, да, и все. А все остальное, ну, правда, вот пока я не передала, пока я ему не поверила, что он лучше, ну, с этим справится, ну, все было на мне, да. А сейчас вот прям вообще даже не думаю, он иногда смеется, ты хотя бы знаешь, что дома есть, а что нету, что купить хотя бы, там, списки хотя бы пиши. И говорю, ну, ладно, ну, вот как-то так. Угу. Я полностью согласна. Спасибо, Мергуль, что поделилась, потому что мы очень часто очень многое берем на себя сами, сами заваливаем это на себя и потом тащим. И мне Сережа тоже очень часто говорит, что когда я уже все, не могу, я говорю, да, блин, я уже не могу, ты можешь подключиться. Он мне говорит, так ты же сама этого хотела. Ну, я тебе дал эту возможность. Это к вопросу, опять же, да, я же вижу, что тебе это надо, я тебе это даю. Хочешь тащить, сама тащи. Я такая, как это? А для него это совершенно логично и очевидно. Для меня не очевидно. Это вот это, типа, он должен догадаться, что вот это надо делать или что вот это нужно, что это он должен делать. Да нет. Он видит, что ты это сама диван двигаешь, он видит, что ты сама тяжело эти. Ну, значит, тебе ок, нормально, я тебе даю эту возможность. Если ты кайфуешь от этого и получаешь удовольствие, на, я тебе даю эту возможность. Каких? Мне тоже было очень удивительно. И еще у меня было такое осознание, да, что когда ты начинаешь откручивать назад, типа, а вот теперь я это делать не буду, он начинает возмущаться. Типа, а что случилось? Типа, ну, ты же это все время делала? Ему тоже не хочется это уже, это, типа. И здесь нужно приложить свою такую внутреннюю где-то силу, да, что, типа, прикинуться, я не знаю, там, какой-то девочкой наивной, да, или блондинкой, и такая, типа, не понимаю, что, не знаю, не умею, ой, не так тяжело. Такое... Назвала для себя шаг назад. Вот шаг назад. Да, 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 сделать шаг назад и не поддаться, понимаешь, тому, что, вот, как бы, не взять этот контроль опять на себя. Так как человек это не делал, он тоже такой, ну, как бы, ну, знаем, может, это разовая акция, что она не хочет это сделать, да, а не постоянно. И я согласна, что мужчина берет это на себя, у меня то же самое, и делает это в сто раз лучше, чем ты. Ну, если ты это ему отдаешь, и все, и он понимает, что все, мне передали, он справляется с этим на раз-два, а для тебя нужно больше сил для этого. Поэтому здесь вот тоже вот этот вопрос, отпустить контроль. Отпустить контроль, дать ему эту возможность сделать самому, так, как он это видит, и как он это делает, и он сделает это лучше. Не контролировать, потому что у нас у женщин тоже вот это есть, вот это всеобщий контроль, я все контролирую везде. Отпустить контроль. Очень часто меня тоже настроят детей, меня некоторые иногда очень часто спрашивали, вот я там, приду на стрижку, еще когда маленькие совсем грудные дети были, мне спрашивают, а типа, а с кем детей оставила? Я говорю, с папой. Как? Я говорю, а что такого? Ну, они же у тебя еще совсем маленькие. Я говорю, ну да, маленькие, но я же не на месяц куда-то уехала, или там вообще ушла. Я говорю, я пришла на стрижку, ну, там меня не будет 2-3, там 4 часа, может быть. Ну, там полдня меня не будет, не суть там еще какие-то дела. Ну, а как же он там же кормить? Я говорю, ну, он все знает, он папа. А вдруг что-то? Я говорю, вдруг что-то это что? Я говорю, он же отец. Я говорю, ты что думаешь, что он намеренно сделает плохо своему ребенку? Ну, нет, конечно. Ну, а вдруг? Это вот тоже тотальный контроль. А потом получается так, что ты постоянно с ребенком, ты не спишь, ты не ешь, ты ужасно выглядишь, ты постоянно с ребенком, внимания мужа, у тебя уже не хватает никаких сил и энергии, чтобы дать внимание мужу, и из-за этого часто семьи расходятся. Все, потому что ты не даешь ему вообще... То есть у тебя получается, что ты ребенка забрала на себя, а он вообще никто стал. Ноль внимания, никакого подтверждения его авторитета, ты ему не даешь реализоваться как папе, ну и так далее. Зачем? Он такой, мне это зачем вообще? Вообще неинтересно становится. Ну, вот слава богу, у меня с этим не было, я спокойно делегировала в плане детей, детей кормить, поить, жопу мыть, спать, укладывать. Это у меня, слава богу, с этим не было. Но есть другие моменты, которые вот нужно с этим что-то делать. Так, что погнали дальше? Что-то мы уже так много болтаем, по-моему, час. Так, следующий момент. Как женщина влияет на деньги мужчины? В принципе, мы частично уже поговорили про это, но очень важно поддерживать мужчину, очень важно верить в него, да, и все время говорить, я верю, у тебя получится, ты молодец, ты там все это сделаешь и так далее. Видеть в нем силу и вот подтверждать эту силу, да, не брать опять же на себя, сейчас диван подвинули для шкафа, а видеть в нем силу. Ты сильнее, там, открой банку, да, хотя, в принципе, и сама могу открыть банку, да, она говорит, ой, мне никак, открой, кто же у нас, а, у меня был случай, это, там, лет 20 назад, я работала в казино барменом, и у нас была девочка, она была управляющая, ну, управляющая, получается, там, всеми крупье и так далее. И девчонка такая сильная, на самом деле очень сильная, и у нее мужчина был, и вот она когда рассказывала, я прям удивлялась, ну, вот она что-то рассказывает, типа, там, вот он ее там привез, он там что-то купил, там, и мы говорим, Кать, ты же, я говорю, он с тобой возится, как будто ты немощная, она говорит, все правильно. Пускай он думает, что я ничего сама не могу, что мне это тяжело. Говорит, я, говорит, тут вот недавно звоню ему, то есть мы вместе говорим, мне нужно там из одной точки города в другую доехать. И я ему говорю, блин, мне надо туда, я там никогда не была. Как я поеду? Я же в метро запутаюсь, мы ржем. Я говорю, ты что, правда? Он говорит, да, зато, говорит, он организовал мне там машину, такси, я уже не помню, что было. Я спокойно доехала туда и обратно. Мы говорим, ни хрена, это уровень манипуляции. Она говорит, да не уровень манипуляции, говорит, он должен чувствовать, что, ну, забота, вложение в меня и так далее, должен обо мне заботиться. Говорит, конечно, я все могу сама, но мне это зачем? Говорит, тогда он мне зачем? Ну, и это было 20 лет назад, когда она об этом говорила, какие, скажем так, способы она использует. Говорит, я банку не открываю при нем, то есть когда он есть, я его всегда прошу, дверь открыть там и так далее. Элементарные вещи, элементарные. Вот так вот. Не могу доехать на метро, я заблужусь. Вот. Поэтому он должен чувствовать, да, и вы должны видеть в нем вот эту силу. Дальше. Мотивировать на свои хотелки. То есть тоже нужно его мотивировать на то, чтобы у него были свои хотелки, чего он хочет, там, рыбалка, еще что-то, да. Вот у меня Сережа недавно, хотя я ему запрещала, но он купил. Его мотивировал наш друг, что он купил себе PlayStation, теперь играет. До этого просто не позволял, потому что я ему тоже говорю, зачем эта фигня нужна. Мне она не нужна, поэтому я ему не разрешала. Хорошо, вот у нас есть друг, который его мотивировал ее купить. Он, в принципе, нельзя сказать, что я боялась, что он будет играть днями и ночами. Нет, он днями и ночами не играет, когда есть свободное время. В принципе, не так часто. Вот, у него тоже должны быть свои хотелки, чтобы он двигался и развивался, чтобы он тоже зарабатывал больше. Для этого у него должны быть свои хотелки, и нужно их ему, там, а давай это, давай это, там, я же путешествую, еще что-то, чего ты хочешь. Давать свет, да, опять же, вот если мы говорим про любить, это давать свет и благодарить. Обязательно его тоже нужно благодарить за то, что он делает, чтобы он понимал, что он делает все правильно, движется в правильном направлении, куда вы его направили, да, как шея куда повернула, что он движется туда, все, молодец, как детей, опять же. Ребенок нарисовал что-то, ты молодец, так классно, здорово, давай еще. И ему так же, молодец, давай еще. Ты, у тебя все получится. Вот, поэтому здесь, если говорить, как женщина влияет на деньги мужчины, то именно таким образом. И здесь, если говорить про вот другую сторону, негативный опыт, да, то есть если женщина всегда недовольна своим мужчиной, ты не этот, ты не тот, ты вот это сделал, но не доделал, и так далее, то у него, естественно, мотивация будет падать, энергия будет падать. Он будет все хуже и хуже что-либо делать, и что-то получается. Ну, вы все знаете фразу, да, что великих мужчин делает великая женщина. То есть мужчина, тот, который добивается больших высот, за ним всегда стоит умная, сильная, грамотная, может быть, где-то хитрая женщина, которая его в эту сторону всегда направляет, всегда мотивирует, всегда поддерживает. Поэтому на чем фокус, то и растет. Если фокус на негативе, на его ошибках, на том, что он не доделал или что-то сделал не так, то так и будет все хуже и хуже. Если фокус на том, что хорошо получается, фокус на благодарности, фокус на том, что он классный, крутой, что у него все получится, фокус на мотивации его, значит, это и будет расти. Поэтому здесь вот это очень важно понимать. Так, дальше. Все. По этому поводу у меня все. По поводу второй встречи женской конференции тоже себе записала много вещей. Ну, в принципе, мы их уже многие проговорили. Все, что касается женщин, мужчина, естественно, должен чувствовать вот эту женскую энергию. Мы должны давать ему возможность проявить это мужское. И тоже из примеров девчонка одна делилась, говорит, я иду в ресторан, за мной идут два мужчины молодых. Подхожу к двери ресторана и стою, не открываю дверь. И, ну, как бы они стоят тоже там буквально несколько секунд за мной. Сначала не понимают, в чем дело. Потом один берет, открывает мне дверь. Я прохожу, ворачиваюсь, улыбаюсь и говорю спасибо. И иду дальше. И, говорит, слышу за спиной, как один другому говорит, представляешь, она мне сказала спасибо. То есть, насколько его это порадовал. То есть, он вроде бы сделал для женщины что-то, но несущественное для себя. Открыл ей просто дверь в ресторан и получил за это благодарность. И это было для него настолько ценно, что он просто вот поделился другом, с другом тут же, в радости. Поэтому вот это вот, наверное, ощущение чувствовать себя женщиной и вести себя как женщина в каких-то моментах нужно даже в мелких, наверное, так, да, чтобы мужчина чувствовал, что вот он сделал для меня что-то такое прям и получил еще за это благодарность. Это важно, да. И у меня есть еще тоже хорошая фраза. Меня, она в свое время, сейчас я посмотрю и сразу вам скажу. Меня, она очень сильно тригерит. Так, сейчас найду. Меня она очень сильно тригерит. Где-то было. Сейчас, не ду. Где-где-где-где. Далеко. Сейчас, девчонки. Вот. Очень сильно меня она тригерит. Ты сильная женщина или просто боишься быть слабой? И вот меня она очень сильно задевает, потому что, наверное, в моем отношении это так. То есть я сильная женщина, потому что я просто боюсь быть слабой. Я боюсь быть слабой, потому что мне кажется, что меня обидел. Ну, это издет. Блин, вот я сейчас говорю, у меня аж прям... Фух. Опять накатывает. И... Сейчас, подождите. Все. Ты боишься быть слабой. И вот эта вот броня часто на женщинах, часто на женщинах, в том числе и на мне, не дает мужчине сделать тебя счастливой. И сделать так, чтобы у тебя было все в легкости, в радости, и чтобы ты, скажем так, росла за счет него, и он рос за счет тебя. Поэтому доспехи нужно снимать. Не нужно бояться быть слабой. Потому что в слабости есть сила. И когда мы, сильные женщины, умеем использовать инструмент силы, да, вот этого стержня, железобетонного, это очень классно, никто у нас этого не отнимет. Если мы научимся быть слабой, у нас никто эту силу не отнимет, потому что она уже есть с нами, она уже прокачана так, что ее никто не отнимет. И инструмент быть слабой, это тоже инструмент, который сделает тебя в дальнейшем сильным. И ты сможешь в разные моменты использовать и свою силу, и свою слабость, тогда, когда тебе это нужно. То есть применять эти инструменты, исходя из ситуации. То есть это сделает сильнее. И когда я это поняла, что моя слабость в дальнейшем сделает меня еще сильнее, я поняла, что я хочу туда двигаться, и я стараюсь туда двигаться. Еще раз скажу, получается не очень хорошо, где-то через боль, где-то через какие-то внутренние переживания и так далее, но я туда двигаюсь, потому что я понимаю, что мне это нужно. Без этого я просто не хочу дальше. Вот так, как я жила, так, как я действовала, хотя это дало мне большие результаты, я хочу по-другому. И этому по-другому я стараюсь учиться. Блок вот этот вот про женское, про женскую энергию и так далее, закончен. Можем подытожить, и каждый может поделиться своими эмоциями, чувствами, может, какими-то инсайтами. И дальше уже перейдем про туризм. Давайте. Зафиксируйте, что вы услышали, что вы поняли, что каждый из вас, возможно, возьмет с собой и пойдет с этим работать. Можно я? Давай. Слушай, я для начала хочу тебя поблагодарить за такую искренность. В общем, ты, как всегда, бесподобна своему проявлению чувств тебя и твою... на тебя настоящую. То есть мне было очень трогательно тебя слушать, и классно, что ты этим делишься. У меня просто настолько большой поток мыслей был, что мне кажется, если я сейчас вколючусь, мы сейчас от меня не найдем. Поэтому я, может быть, как-то это последствия упакую, но я могу сказать, что там столько много всяких нюансов с этими энергиями, да, то есть, и, например, я могу... то есть мой опыт, что за этой слабостью очень легко потерять себя и уйти в другую крайность, когда ты перестаешь верить в свои силы, когда ты уже сомневаешься, кто ты, и можешь ли... и вообще в своей самодостаточности, да, то есть ты когда-то помнишь, что ты вроде бы там все мог, да, но глобально, то есть, ну, условно, если ты не прокачиваешь какое-то время какую-то мышцу, она у тебя начинает атрофироваться. И вот это, знаешь, банальная фраза, типа, во всем должен быть баланс, потому что, ну, потому что действительно, с одной стороны, да, классно, как бы, когда все получать от мужчины, ну, мужчина же тоже там, ну, как сказать, не динозавр, да, ему тоже там нужны интересы партнеры рядом, да, и вообще в целом классно когда вместе можно делать какие-то дела, поэтому ваш парк для меня как бы была таким вот прям примером классным, когда два взрослых человека, помимо там детей дома, там, помимо того, что они друг с другом любовники, там, еще пересекаются в проектной деятельности. Мне кажется, это очень интересно, вот просто вот за безумие, да, то есть, наверное, это то, чего мне не хватает, да, чтобы мы, мы пока как бы переживаем, что это очень сильно нас поругает, да, то есть, если мы вступим в эти деловые отношения, да, потому что уже на стадии обсуждения все очень нервничают и на таких тонах разговаривают, что понятно, что дальше какая-то лабуда пойдет, поэтому я как бы пока, знаешь, вот не сторонник уходить прям в слабую девочку, вот потому что мне кажется, сейчас уже какой-то, знаешь, тренд отношения, он немножечко другой, и на этом далеко как бы не уедешь, ведь есть же очень много примеров, когда двое людей в браке много зарабатывают, и они друг друга качают, то есть, уж какие-то там у них между собой роли во взаимоотношениях, ну, возможно, но здесь, знаешь, особо твой бизнес не скрощит, у тебя успешный бизнес, там, это как банку с вареньем, там, не скрощит, да, поэтому, ниже как-то получается, да, то есть, да, они оба, может быть, да, там, в разной степени бизнес разве, да, может быть, какой-то бизнес качает больше, какой-то меньше, но тем не менее, ну, у меня очень много и мне вот кажется, что энергия женса, она вот не про бизнесов, она про что-то другое, и вот я заговорил про энергию денег, у меня тоже вот там был, ну, небольшой опыт разбора этой темы, и у меня тогда, знаешь, психолог сказал, что деньги – это вообще сет, вот вообще деньги, они сексуальные, то есть, это такая энергия должна быть очень такая заводящая, да, и вот тогда ты ее тебе подпуровишь, да, когда у тебя самые клевые над покупки, какие импульсивные, да, вот, тогда ты просто не думаешь, не анализируешь, вот мне кажется, что-то там это может быть, то есть, я еще до конца это не разобрала. Ну, не без этого, естественно, если мы говорим про обмен энергиями, не женскими, то, конечно, не без этого. Ну, да, да, да. Спасибо тебе, Наташа, за такую тему клевую. Что возьмешь? Что будешь делать? Слушай, я возьму, знаешь, твою, открытость, как ты проявляешься в очередной раз, то, что мне пока, знаете, я буксую на этом. Не то, что я не могу этого делать, просто, мне как надо подготовиться, ну, собраться с мыслями, знаешь, полдня подумать. Ну, то есть, такая история. И очень много классного ты мне напомнила про, вообще, про, про деньги, когда ты рассказывала, да, то есть, я где-то это когда-то слышала, знаешь, когда ты слышал, но уже давно забыл, и вот мне это прям было очень полезно, потому что в рамках обучения, в принципе, это тоже маленький бизнес. для меня, то есть, я это воспринимаю как бизнес, что, по сути, ты вот, твоя задача привлекать клиента с ним взаимодействие, там, собственно говоря, в общем, хоть и в составе там одном, но он все равно, да, ну, я это так воспринимаю, да, ну, и это в том числе взаимодействие с деньгами, умение там брать, там, у меня и в целом их не боятся, вот, а возьму упражнения, я тоже забыла, не его давали, я забыла бы сделать, а вот эти суммы большие, а вот это прям надо делать и вот подумать, ну, я его примерно знаю, но я так не выписывала, чего я боюсь. Да, это хороший инструмент, прям классный. Спасибо, Машульчика, что ты поделилась. Тебе спасибо, дорогая. Спасибо за обратное следующее. Очень трогательный эфир. Спасибо большое. Так, все, я ухожу из видео. Так, кто следующий? Ну, не стесняйтесь, а то начну сейчас это по очереди вас вызывать к доске. Давайте я вкратце скажу, что вот про деньги, да, мне надо поработать. Вот эту карточку сделаю. И такой инсайт я себе уже выписала просить. просить. Да, просить, получить и открыто говорить, что ты хочешь, правда, похвали, там, не знаю, погладь, или принеси, купи вот это вот, чтобы конкретно четко разговаривать с мужем. и получить деньги через мужа. Вот это тема мне, конечно, интересна. Вот надо этим бы поработать. Вот это мне понравилось, да. Хорошо, спасибо большое, Мергуль. Ну, давайте я. Давай, Валечка. Ну, по поводу того, что хватит думать, что деньги это плохо, я об этом задумала, что хватит так думать. Это правильно, деньги это неплохо, хватит думать, что если будет много денег, то, не знаю, сопьешься, сгуляешься, слудоманишься. Ну, вот. Слышь, твои страхи такие? Что все в казино. Нет, это же может быть полезно и другим людям благотворительности, и там кошачьи всякие приюты и прочее, и родителям, и себе. Деньги это хорошо. Все. И на этом то, что деньги это хорошо. По поводу отношений мужчины с женщиной. У меня, допустим, во всем биполярка. Я там, я считаю себя экстра интровертом, по сути. И здесь тоже, я могу из крайности в крайность, а нужно найти золотую середину. То есть, я то тестостероновый мужик, то принцесса Несмеяна. Нужен баланс, нужна серединка какая-то. Можно, конечно, варьировать. Можно, нужно, но не бывает. Мы же уже говорили о том, что здоровых людей не бывает, и не бывает на сто процентов, вот как бы. Мы заоследованные. Да, 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 то есть, мы всегда разные, и в нашем мире всегда есть ночь, день, белая, черная, жарко, холодно, то есть, не бывает баланса. Даже когда лето, ты думаешь, блин, 30 градусов, ну, очень жарко. Потом 20, ну, блин, еще чуть-чуть. То есть, вот этого баланса, его, ну, как бы мы все к нему стремимся, и к нему нужно стремиться, но его просто нет. Это нужно понимать, что когда тебе хорошо, потом плохо, это нормально. Ну, да, главное, главное, чтобы чистота этого всего не была слишком, да, генерация, да, ну, да, балансировать. Балансировать, да, да, да. Ну, и вообще, тем сегодня, наверное, на эфире, спасибо за искренность, у меня тоже очень. Спасибо. Спасибо. Собственно, я все. Спасибо, Валечка. А что возьмешь ты? А, что, ну, вот, по поводу денег, кстати, очень хорошо посоветовала эту штуку, прописать свои желания, конкретно, до мелочей, вот, на месяц, вот, какая сумма и что. Я вот сделала это. Вот. Хорошо, отлично, здорово. Спасибо большое. Так, кто следующий? Катюш. Ау, ау, я тоже. Ну, возьму, наверное, я тоже, по поводу денег, потому что всего хочется, а что именно хочется, я не знаю, потому что, ну, всего, как бы, и туда, и сюда, и с ребенка сходить, сводить, ну, в общем, везде и всюду. А что именно, такого, как бы, я никогда не задавалась вопросом. вот, а по поводу... Поэтому и непонятно, что именно вроде... Да, поэтому, да, вот. По поводу сильной женщины, вы знаете, наверное, это все-таки, наверное, все-таки от мамы у меня идет, потому что мама у меня сильная, их не вся семья, особенно все женщины сильные, они говорят, если это мы не сделаем, никто не сделает. И вот, что я могу розетку сделать. У меня когда муж поклеили обои, я говорю, иди, сделай розетку, ну, не розетку, а выключатель. Вот, надо сделать. И он пришел, и он что-то сделал, и потом он немножко на стоком бил. Я говорю, ты неправильно соединился. Я говорю, давай разбирай. Я говорю, это надо вот так вот. Вот, в общем, я сделала, сама практически поставила. Я такая говорю, ну, так надо. Он говорит, да я их никогда не делала. Я говорю, учись. Я говорю, время есть, давай вперед, учись. Я говорю, я вообще понятия не имею, как это делать. Я просто видел, как это делать там, как-то папа там. Вот. Также вот по поводу, когда была организация, я сделала там все сама. И вот эта вот самая больная тема, кто, кроме меня-то, это может сделать хорошо и качественно, это да. И чтобы, если просить своего мужа, там, съездить куда-то за продуктами, ну, я настраивалась на день примерно, вот, если уж, чтобы мне надо подготовиться, как мне его попросить, а что за это будет ему. и вот он, когда его еще попросишь, он такой, ну, ладно, поеду, давай там деньги на закуп. И потом в следующий раз думаешь, да ну, сама сходи, я сама съездю, мне спокойно так будет. вот, это, я говорю, хороший навык передавать и не контролировать. Это навык делегирования называется. И его нужно прокачивать, прокачивать его на своих сначала. Тренируйтесь на своих кошках, как говорится. Вот это делегирование, потому что очень сложно делегировать вот этот вот момент, что, типа, я сама все быстро сейчас сделаю, надо и так далее. С сотрудниками происходит то же самое. Мы не делаем. Поэтому батарейка не садится. Да, поэтому нужно учиться делегировать и нужно давать вот эту возможность человеку, которому ты делегировал, ошибиться, сделать ошибку, что-то сделать не так. Потом его подкорректировать, да, смотри, вот ты вот здесь вот молодец, классно сделал, но если бы ты сделал вот так, вот так было бы вообще супер. И он такой, ага, я сделаю вот так. И каждый раз ты его так вот немножечко его учишь, да, на это нужно больше времени, но зато потом ты передал, и ты уже не контролируешь. На начальном этапе ты еще ведешь какой-то контроль, как он это сделал, и даешь обратную связь. А потом уже просто отпускаешь, и он это делает сам. И еще очень классный лайфхак. Не сказала вам, да, что есть такое правило, что прежде чем попросить, сделай комплимент. Подходишь, делаешь комплимент, а потом просишь. Работает на 100%. Мы проверяли не один раз, даже проверяли, когда человек точно знает, что на нем сейчас будет применен этот инструмент. Вот он знает, что это с ним происходит, и он все равно идет и делает. он такой, блин, что вы делаете? Скажешь, ну ты же такой хороший, ну пожалуйста, давай. И он идет и это делает. Это работает. Я сегодня попробую. 100% работаю, да. Так, хорошо, значит, из инструмента возьмешь, будешь прописывать, правильно? Да, да. Что-то еще? Не обещаю сегодня, что я это сделаю. У меня с морем прилетело. Вот, поэтому мы не будем сегодня это делать. Ну, это в ближайшие 72 часа, потому что все же знают, что все, что сделано в ближайшие 72 часа, то, что ты берешь и делаешь, и применяешь, оно будет работать. Если ты в ближайшие 72 часа не взял то, что ты получил, и не применил это, то ты это, как правило, уже не применишь никогда. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Катяш, большое. Так, кто остался у нас еще? Каля Мергуль сказала. Вика! Викулечка! Да, сейчас там уже поставлю. Да, на минуточку, а то я на работе, я немножко прослушала, тут несколько раз отключалась. Вот, ну, по крайней мере, про деньги я слышала. И могу сказать, что у меня с этим проблем нет. С своей мечтой, с его планами, у меня громадил, могу сказать. Несколько лет назад я услышала, что в лотерее, тут у нас в Ленинградской области, человек выиграл 500 миллионов, и я сразу это примерила на себя. И у меня такие грандиозные планы, у меня теперь есть дом мечты, который у меня стоит. Я его нашла в интернете, и теперь он у меня на компьютере стоит. У меня на составке телефона Мальдивы. Вот. И у меня очень много планов, и куда их потратить, это с этим вообще проблем не будет. Я об этом думаю практически практически. Поэтому, ну, может быть, только на месяц, если расписать еще конкретно, но пока у меня идет накопительство, поэтому особо я не трачула. Ну, а про личные отношения могу сказать, что на прошлой неделе я отметила серебряную свадьбу. Поэтому я думаю, что у меня баланс найден все-таки. Скромная маленькая девочка и хорошо распределяю обязанность. Например, вчера в 9 вечера я своего мужа заставила делать уборку в квартире, сказала, надо. После ужина встали, пошли пылесосить. Я говорю, надо. Так что с этим у меня проблем нет. Главное, на это... Можно обращаться за... На нужный момент это главное сказать, да. Особенно, когда если он не ночевал дома, тогда точно надо. Так что, вот, ладно, все, я отсоединяюсь. Давай, спасибо большое. Так, вроде все, да? Все поделились? Да, все. Все, хорошо. Давайте теперь по туризму. Что мы были вчера в торгово-промышленной палате и о чем поднялась речь? Поднялась речь по поводу фототроллинга, да? То есть что это такое? Когда ты берешь где-то картинку на просторах интернета, вставляешь ее к себе куда-нибудь на сайт, я не знаю, еще куда-нибудь, да, и через какое-то время тебе прилетает иск, что ты пользуешься незаконно этой картинкой как нарушение авторских прав. И подаются прям суды на, там, большие суммы, на 100, на 200, там, на 500 тысяч и так далее. То есть по-разному. И эти суды сейчас в 90% случаев выигрываются. Даже, я бы сказала, в 99% случаев выигрываются. И это стало массово. Есть специальные организации. Одна называется «Восьмая заповедь» и еще какая-то, очень не помню как. Но вот «Восьмая заповедь» прям особо жестко, жестко все это делают. И у них прям развернуто... Они это прям деньги из воздуха. То есть для них это бизнес. Поэтому будьте осторожны по поводу картинок из интернета. У нас с вами есть контент. Папка «Контент», где те фотографии, видео и так далее вы можете спокойно использовать. То есть за это вам не прилетит, потому что это вот уже как бы куплено. Есть там все... Ну, специально это делается для нас, да, скажем так. Вот, поэтому оттуда берите. Дальше. Посмотрите, кто... Девчонки с первого потока. Посмотрите, я вчера или позавчера подкорректировала уроки про третий модуль, там, где идут туроператоры, и добавила туда ссылочки на группы туроператорские, где тоже есть фотографии, информация и так далее. Оттуда тоже можно брать. То есть все, что касается фоток из чатов, телеграм-канала туроператорских, оттуда тоже этот контент можно брать без проблем. И используйте еще искусственный интеллект. Есть искусственный интеллект, опять же, все эти чаты в телеграме, которые картинки рисуют. По вашему запросу, там, говоришь, нарисуй, не знаю, там, слона или жирафа на пляже. И он вам рисует. Кто-то не понравился, говоришь, добавь эту картинку еще там солнца, или добавь там пальму, или еще что-то. И он вам эту картинку рисует. Берите оттуда. Ну, и используйте, естественно, свой личный фотоконтент. То, что мы тоже говорили с вами на уроках о том, что когда едете путешествовать, ваша задача сделать минимум 100 фотографий личных. Идите, загорайте пальмы, цветочки, еще что-то, морюшка, да, и вот это все просто делайте, набирайте себе этот фотоконтент, который вы будете использовать дальше уже для работы. Чтобы ничего вам не прилетело от этих организаций. Потому что ситуация уже серьезная. Если это вынесено уже на уровень, да, условно правительства, да, торгово-промышленная палата, дальше это будет собираться рабочая группа, описываться и отправляться туда еще выше, значит, ситуация очень-очень серьезная. То есть это уже затронуто не один-два случая, это уже просто масса. Поэтому будьте с этим осторожны. Это вот этот момент хотела я вам рассказать. И второй момент сегодня мы обсуждали. У Юли, я не знаю, посмотрела-то или нет, у туроператора, по-моему, у Фанэнсана, я еще не проверяла, появилось уже раннее бронирование на осень и зиму. И у них очень хорошие условия по раннему бронированию. То есть можно внести 2999 и уже забронировать тур. Юль. Да-да-да, вот я сейчас зашла на Фанэнсан, да, это у них предоплата... Ой-ой-ой, сейчас обратно. Блин. Сейчас, секунду. Вот. Раннее бронирование зима 24-25, марафон раннего бронирования 1-31 июля. Предоплата всего 3000 рублей, ну, 2999. Так. Ну, в общем, условия там есть, и тогда ссылочку... Да-да, бронир. Ну да, давай я ссылку скину. Ну, это будет долго. Вот. Ссылочку тогда скинь. Девчонки, все зайдите, и об этом можно уже, во-первых, рассказывать у себя, всем рассказывать. Можно сделать рассылку по своему ближнему кругу, да, то, что мы делали, рассылку. Можно сделать рассылку по раннему бронированию и прямо прописать там, что вот такие условия, на подробности обращайтесь, я вам все подберу. Сейчас самые хорошие цены на осень и зиму. То есть можно уже начинать. Вот. В целом все, что я хотела рассказать. Есть какие-то вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет. Все. Отлично тогда. Я хочу сказать большое спасибо, что пришли, большое спасибо, что слушали. То, что я вам рассказывала, да, мне хотелось, конечно, поделиться, открыться максимально, показать, что я тоже человек, что, ну, как бы, несмотря на все то, что там мое достигаторство, успешность и так далее, у меня тоже есть, как у любого человека, свои какие-то затыки и сложности, да, и что я тоже двигаюсь и развиваюсь в этом направлении. Очень мне хотелось тоже дать вам понятие по поводу денег, женских денег, по поводу мышления, да, про то, как деньги приходят, потому что все у нас идет через голову. То есть если в голове есть ограничивающие убеждения, блоки, страхи и так далее, то получить тот результат, который вы хотите, очень сложно. Поэтому начинать нужно с себя, начинать нужно с головы. И, что важно, нужно понимать, что вас ограничивает. Самое первое на пути к изменению – это нужно понимать, что вас ограничивает, что мешает вам двинуться вперед, да, какие ограничивающие убеждения и страхи вам мешают изменить результат и сделать всего лучше. Всегда начинайте с этого, всегда начинайте с этого. И дальше уже, когда вы видите эту проблематику, да, то есть когда вы видите в лицо свой страх или своё ограничивающее убеждение, тогда с этим можно уже начинать работать. Пока вы его не осознаете, пока вы его не видите или вы от него отстраняетесь, гоните его, делаете вид, что это не про меня, я не замечаю, так и будет. Поэтому самое первое – посмотреть страху в глаза и уже начать сказать, я тебя вижу, мы будем с тобой работать. В общем, в целом, вот, область длинная очень, но, я надеюсь, все было полезно. Заряжено, заряжено. Все, отлично тогда. Тогда желаю всем хороших пятницы, завтра у нас в субботу, воскресенье выходные, всем хороших выходных, и мы на связи, в любом субботу. Субтитры создавал DimaTorzok